Сегодня мы собрались на площади, которая носит имя великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова. Для того, чтобы громко сказать «Новороссия! Севастополь с тобой!» Общегородской митинг объявляется открытым! Аплодисменты! И первым словом предоставляется заместителю исполняющего обязанности губернатора Севастополя Евгению Георгиевичу Дубовику. Встречайте! Здравствуйте, дорогие севастопольцы! Здравствуйте, мои дорогие севастопольцы! Победители! Любимый город расцветает! Любимый город поднял российские флаги! Благодаря политике президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Благодаря всем нам! Всем нам большое и продолжительное «Ура!» Сегодня действительно мы проводим митинг, посвященный нашим братьям и сестрам, которые подвергаются бомбежке и обстрелам. Той Новороссии, которой всегда мы славили, которой восхваляли, которые говорили, что это труженики, это наши братья, это наши сестры. Это тот край, который никогда не хотел войны. Но она пришла. Пришла в лице фашизма. Сюда они не дошли. Мы успели отстоять Севастополь и Крым. Но сердце болит за Новороссию. И болит не только у севастопольцев и крымчан. Болит у всей России. Болит и у Украины, которая понимает, что фашизм пришел к власти. И мы сегодня говорим «нет фашизму! Нет фашизму! Нет фашизму! Нет фашизму!» Весной, 23 февраля, точнее зимой, с этой сцены, отсюда, мы начали освобождение Крыма и Севастополя. И хотели освободить всю Украину, весь мир. Что-то получилось, что-то не получилось. Враги со всего мира. И Западная Европа, и Америка. Все выступили против России. Все санкциями, всем, чем угодно. Только бы унизить, оскорбить, уничтожить Россию. Но у нас есть президент Путин. Тот, который сказал «Севастополь и Крым будут российские». И они стали российскими. И сейчас все взгляды на Россию. Россия поможет Юго-Востоку. Потому что Севастополь, Крым – это Россия. И мы поддерживаем наших братьев и сестер на Юго-Востоке Украины. Поддерживаем. Поддержим, друзья. Слава нашему Севастополю! Ура! Севастополь! Спасибо, спасибо. Мы видим, что вы очень любите наш город, герой Севастополь. И я приглашаю к микрофону председателя Координационного Совета Русских Организаций Таври и Севастополя, председателя Совета Русской Общины Соболь Владимира Леонидовича Тюнина. Встречаем! Дорогие севастопольцы, вот всегда, где я выступаю, я всегда говорю, что низкий поклон вам. Потому что русскую весну в Севастополе сделали вы. Не было бы вас, не было бы весны, и мы не вернулись бы на родину. Вот низкий поклон вам, тем, что вы поднялись. Когда началась война на Юго-Востоке, кто первый сказал о том, что нужно помогать нашим братьям? Мы? Севастополь! Кто привез русскую весну в Крым? Симферополь! 26 числа! Севастополь? Севастополь! Кто первый сказал, что началась война на Юго-Востоке, и пойдут беженцы? И мы должны с вами думать, как помогать этим людям. Кто первый сказал на всю Россию? Севастополь! И сейчас мы верим в то, что вина тех людей, которые находятся на Юго-Востоке, только одна. То, что они русские. Они хотят говорить на русском языке. Они хотят молиться в своих церквях. Они говорят, что наше будущее – это только с Россией. И вот за это их убивают. И вот низкий поклон президенту о том, что он сказал, что русские своих не бросают. И наши с вами сограждане сейчас находятся на Юго-Востоке. Многие. И они готовы отдать свою жизнь за то, чтобы там была русская земля. Мы всегда говорили, Россия, Украина, Белоруссия – это одна земля, это один народ. И если, не дай Бог, Киев опять развяжет военные действия, мы где с вами остановимся? На польской границе. В каком Киеве? На польской границе. И не дай Бог. И я еще раз говорю, спасибо России, что не оставляют наших братьев. А мы с вами должны говорить – Новороссия, Севастополь с тобой. Потому что мы – русские люди. Мы один народ, мы одна нация, мы одна страна. Слава Богу, что мы русские. Слово предоставляется русскому старейшине казачьей общины «Соболь» Виталию Петровичу Храмову. Уважаемые жители Севастополя, мы с вами живем в то интересное историческое время, когда история творится у нас на глазах, нашими руками, нашими поступками. Всего лишь несколько месяцев назад была 20-летняя оккупация нашей благословенной Тавриды. Мы жили с вами, как на пороховой бочке. Достаточно вспомнить слова политического украинского деятеля по фамилии Тимошенко, которое 10 лет назад грозилось нас колючей проволокой обнести и сбросить в Черное море. Этого не произошло. Не произошло почему? Потому что, когда 23 февраля мы вышли на митинг и сказали, что мы хотим быть с Россией, за нами, за нашей спиной стояла действительно могучая и непобедимая Российская Федерация. И только лишь это смогло сделать так, что мы сейчас находимся со своей матушкой Родиной. И это смогло произойти только лишь потому, что в течение 13 лет лидером Российской Федерации является Владимир Владимирович Путин. И... Слава великому Путину! Но я хочу сказать, уважаемые сограждане, соплеменники-единоверцы, есть такая поговорка, каждый народ достоин своего правителя. И я горжусь, что Владимир... мы достойны Владимира Владимировича Путина, а Владимир Владимирович Путин достоин нас. И вместе, в единении, мы обязаны построить великую и могучую Россию, для того, чтобы передать ее детям и внукам. И вот сейчас, на митинге, в поддержку оккупированных русских земель Новороссии, которые находятся под тем же гнетом, что находились и мы 23 года, мы выражаем поддержку своим братьям и сестрам во Христе. Мы с вами русские женщины, русские дети, русские старики, русские воины, которые сражаются за нашу честь, за нашу правду, за нашу совесть. И это возможно только лишь потому, что есть поддержка великой России. И вот все вместе, то есть все русские люди должны сплотиться, должна быть наша великая русская идея о том, что мы воины, мы созидатели, которые хотят отстроить великую Россию. Слава Путину, слава России! Спасибо! Спасибо большое! И далее я приглашаю к микрофону председателя русской общины Севастополя Татьяну Александровну Ермакову. Вот видите, какой большой Виталий Петрович, что надо опустить. Ну здравствуй, русский Севастополь! Здравствуйте! Вот сколько лет мы с вами шли к этому дню, да? Уже год мы встречаем, ой, год, полгода тут, да, получается, мы встречаем с вами праздники на территории своей великой Родины. И я вам это говорила, что здесь будет Россия, и она здесь есть. Осталось малое, осталось малое совсем сплотиться и сделать нашу жизнь счастливой, стать хозяевами своей земли, своего Севастополя. А мало это значит, надо отстоять сейчас. Свои парки, свои детсады. Вот сейчас Юго-Восток заливается кровью. Я полтора месяца была в Москве и участвовала в разных митингах в поддержке Донбасса. Они тогда нас не поддержали. Хотя 25 января мы сделали обращение на Юго-Восток. Это Коррадиционный совет русских организаций Севастополя. Мы пригласили их вместе с нами отстаивать свой статус. Бескровный статус. Но они тогда не поняли. Они надеялись, что их обойдет эта беда. А мы-то с вами все просчитали. Мы-то знали, что это единственный шанс не сбыть рабами на нашей земле, а вернуться домой. И мы с вами дома. Но рядом полыхают наши русские земли. И мы должны быть на чеку. Полностью на чеку, потому что война рядом. И мы не должны допустить этой хунти, американской хунти, расплодиться на нашей земле. Поэтому мы должны помогать Юго-Востоку. Как сейчас в Подмосковье проходят концерты. Там участвует русская община Севастополя в поддержку Донбасса. И там 2 августа в Москве на митинге я сказала. Страшная война, которая и грядет сейчас к нам. Но победит кто? И Москва ответила. Русский народ. Победит русский народ. Потому что мы с вами показали и доказали всем, что мы вместе, что мы сила. И русский народ должен и обязан очистить этот мир от этого беспредела, от войн. Мы же живем с вами один раз. И пусть всегда светит солнце. И будет над головами синее небо. И счастливая жизнь для наших детей и внуков. Спасибо, Севастополь. Какой у нас активный Севастополь. Очень-очень это радостно. Ну а следующим на эту сцену я приглашаю председателя партии «Русский блок» Геннадия Анатольевича Басова. Уважаемые севастопольцы, уважаемые друзья. Я хочу поблагодарить всех тех, кто, несмотря на сегодняшний выходной день, пришел сюда, к этой сцене. И как минимум оказывает моральную поддержку тем людям, которым сегодня нелегко. У них действительно взрываются бомбы. Там идет настоящая война. Я хочу поблагодарить всех тех, кто реально болеет и переживает за наших братьев. За тех, кто живет на Донбассе, в Луганской и Донецкой республике. Они знают и видят нашу поддержку. Очень много наших товарищей, наших друзей уехало туда. Они приезжают, возвращаются. Они иногда не только морально, словом, но и делом участвуют в том процессе, чтобы защитить будущее своих детей. Будущее нашего народа. Я хочу сказать, что в нынешних условиях, наверное, даже правильнее будет сказать, я хочу поблагодарить нашего президента за его жесткую, правильную позицию. Благодаря ей мы смогли зажить в другом городе, в великом, легендарном русском городе Севастополе. Я хочу сказать, что наши русские братья, наши россияне со всех уголков России не оставляют в беде тех, кто действительно борется за свою правду на Донечине и Луганщине. Я хочу сказать вам, севастопольцы, огромное спасибо. Да здравствует великий русский город Севастополь. Да здравствует политика президента. Ура, друзья! Слово предоставляется члену Совета общественной организации «Боевое братство» Игорю Аркадьевичу Козину. Здравствуйте, дорогие севастопольцы! Наша организация, Всероссийская общественная организация «Боевое братство» вместе с населением Севастополя в феврале месяце вместе оставили этот город, вместе пришли мы в Россию. Владимир Владимирович Путин, мы ему доверяем и хотим стать надежной опорой здесь, в городе Севастополя. Так как и все, все население города, все население нашей страны, мы офицеры запаса, смотрим все на Донбасс. Мы хотим, делаем и помогаем вместе, взявшись за руки, всем, чем можем. И поэтому мы доверяем Владимиру Владимировичу Путину, всем, и будем надежной опорой в городе Севастополе. Слава России! Ну а следующим на эту сцену я приглашаю вице-президента футбольного клуба Севастополя, активного участника «Русской весны» Евгения Евгеньевича Репенкова. Встречаем! Добрый день, дорогие севастопольцы! Самое главное, это то, что мы сегодня здесь, дорогие друзья. Сегодня нашим братьям, нашим друзьям на Юго-Востоке, им именно нужна вот такая поддержка, чтобы они чувствовали за собою то, что России не безразлична их борьба. Это самое главное. То, что получилось, то, за что мы стояли здесь в феврале месяца, мы вышли дружно, вышли все вместе. И мы победили, мы в России. Там люди, наверное, думали, наверное, предполагали, что, может быть, кто-то придет, сделает все это за них, а потому вот эта кровавая каша закрутилась. Я просто еще раз вам благодарен, дорогие друзья, за то, что вы здесь, за то, что вы неравнодушные. И люди это знают, и люди это помнят на Юго-Востоке. И мы пожелаем им победы. Победы не над Украиной, а над тем фашизмом, против которого стояли здесь мы, который пришел к власти. И мы однозначно победим. Однозначно. Ура! Следующим на эту сцену я приглашаю заместителя председателя правления Севастопольской обороны решенника Николая Николаевича. Здравствуйте вам, дорогие севастопольцы. Я, правда, не знаю, что сказать. Единственное, севастополь... Что-что? Правду? Только правду? Ну, Советская 65, знаете все, где находится Севастопольская оборона? Ну, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то узнает. Просто хочу сказать, что Донбасс мы с вами. Севастополь поддерживает жителей Юго-Востока. И обращаюсь ко всем сегодня с просьбой. Будьте всегда сильны духом и бдительны всегда во всем. Просто мы, как Севастополь, поддерживаем Юго-Восток. И хочу сказать, что Юго-Восток мы с вами еще раз. Спасибо вам. Для объявления я вновь приглашаю на эту сцену Тюнина Владимира Леонидовича. Вот вы знаете, сейчас подошла женщина, она приехала из Донецка. И она попросила с этой сцены сказать огромное спасибо и низкий поклон российским журналистам, которые отдают свои жизни и рискуют там. И единственное, рассказывают правду на весь мир, что там творится. Вот если бы их не было, вот эта волна, которая сейчас начинает по миру идти, не случилось бы ничего. И кстати, когда мы с вами были во время русской весны, кто освещал наши события? Это наши журналисты и российские журналисты. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы делали и делаете сейчас. За то, что мы знаем, что там творится. И вы знаете, вот сейчас возникла идея и предложение создать Севастополь. Вот Севастополь всегда был зачинателем многих движений. Вот родилась идея создать общественно-политическое движение поддержки инициатив президента России Владимира Владимировича Путина. Чтобы мы взяли общественные организации и политические партии, независимо от того, прошли вы законодательное собрание, не прошли. У вас есть члены партии, которые выражают свою точку зрения. Вот давайте вместе объединимся и поможем сделать что? Вот для меня главное, как для севастопольца, чтобы вот все хомяки и вся коррупция, которая была здесь все эти годы, ушла. Я говорю так, был у власти в народное хозяйство и в танку. И 10 лет зарабатывает честным трудом право на то, чтобы тебя куда-то выдвинули. Согласны? Президент подписал программу борьбы с коррупцией на 2013-2015 год. А кто будет с этим бороться? Чиновники, которым спускаются. Так давайте мы с вами сделаем, чтобы народ мог контролировать это и направлять. И если что, говорить, ай, как вы неправы, за ушко и на солнышко. Потому что нас много, смогут они нас победить? Вот, поэтому я говорю, первое, дорогие мои, не оставайтесь равнодушными. Ну мы дома, мы в России, но так давайте теперь сделаем, чтобы жить нам было здесь легче, счастливее. А для этого надо, чтобы наша коррупция не боролась с коррупцией. Давайте мы с вами будем бороться и говорить, ай, Петров, а ты был там, до свидания. Вот это главное. Поэтому вот это движение мы предлагаем в Севастополе начать, на всю Россию его двинуть. Вы за? Голосуем! Спасибо вам огромное.